Добрый вечер, вы смотрите главное. Сегодня ЛДП зарегистрировала в парламенте инициативу о внесении поправок в конституцию в парламенте непосредственно без проведения референдума. Кроме того, сегодня состоялись выборы председателя высшей судебной палаты, сопровождавшиеся столкновениями с полицией, с протестантами. Об этом и о многом другом мы будем говорить с моими гостями в студии. Сегодня у меня в студии Корнелев Чуря, политический аналитик, и Андрей Андреевский, главный редактор портала АВНД. Добрый вечер, господа. Давайте начнем с инициативы, которую зарегистрировали либерал-демократы. Не так давно Адриан Кандус высказал свою позицию о том, что парламентское большинство согласно вынести на референдум, поддерживает идею изменения формы правления президента. Либерал-демократическая партия предлагает не тратить средства на проведение референдума и провести эти изменения, если все говорят о том, что они согласны, непосредственно в парламенте. Как вы можете прокомментировать данное заявление, господин Андреевский? Нет, ну они делают свою игру абсолютно логично. Просто другое дело, понимаете, немножко оторвалась наша оппозиция от реальности в том плане, что они хотят, чтобы депутаты проголосовали вот таким образом. Но это получается, что фактически они заставляют депутатов. Какой бы наш парламент ни был, хороший или плохой, никто не может депутату диктовать, ты делай так или делай этак. Потому что, знаете, этот вариант усатого, что зайдут 10 девочек вокруг каждого депутата и будут поднимать ему руку одновременно с массажем, это очень далеко от... Это была шутка, конечно. Это шутка, знаете, как в каждой шутке есть доля шутки, а все остальное правда. Потому что, по сути, то, что предлагают сейчас перед ними, это то же самое. Потому что они говорят, что мы внесем вот это предложение. Они говорят, подождите, вот это вот властное большинство не хочет этого. Они говорят, нет, ну мы их убедим. А как вы их убедите вообще? Ну если не хотят люди, как можно заставить депутатов, еще и конституционное большинство проголосовать так, как кому-то нужно? Поэтому, да, может быть, инициатива имеет смысл, или, лучше сказать, имела бы смысл, если бы были силы в парламенте, готовые его поддержать. Потому что я считаю, я всегда выступал за прямые выборы президента. Это как бы моя постоянная позиция. Но я считаю, что в данной ситуации оптимальный вариант провести выборы сейчас, как они есть в данном составе, под действующей конституцией, исполняя букву закона. А потом провести референдум и послушать, что скажет народ. Скажет народ, прямые выборы – хорошо, прямые выборы – не вопрос. Но пытаться сейчас, тем более, они же, знаете, как-то интересно, постоянно говорят, что как это так, вот эти люди в парламенте, которые никого не представляют, они что-то решают, такие серьезные вопросы. Вы хотите такой серьезный вопрос, чтобы они решили, то меня это очень удивляет, почему они идут на такой шаг. Понятно, Ваша позиция. Господин Чуре, что Вы думаете по этому поводу? Ну, сначала Вам нужно отметить тот факт, что мы свидетели все-таки, не знаю, скорее все-таки тактической игры политических партий. И вот эта инициатива об изменении конституции и выборе президента референдумом или его выборе в парламенте – это все-таки вопрос не в том, что партии хотят решить проблему избрания президента. Вопрос в том, что они хотят некого изменения, которое дал бы им определенное политическое преимущество. И вот это конституционное правило о выборе президента предоставляет шансы поднять очень важную проблему, которая в народе пользуется определенной популярностью, и начать эту тему обсуждать, муссировать, тем самым добиваясь вот этих политических преимуществ. То есть я не вижу здесь стратегии, я вижу со стороны либерал-демократов, со стороны демократов, когда они говорят о референдуме, со стороны платформы, да, которые тоже собирают подписи. Это для платформы, да, это скорее уже стратегические вопросы, а для либерал-демократов и демократов это всего лишь возможность как-то получить определенные преимущества. Поэтому даже особенно не хочется вникать в суть этого вопроса, потому что если бы мы начали обсуждать, то я бы с господином Андреевским сейчас бы не согласился, и я бы сказал, что я, я знаю, что вы этого хотите, но дайте я договорю, я не согласен с тем, что у нас должен всенародно избираться президент, и мне кажется, что парламент у нас должен иметь больше веса. Но, вы понимаете, нет смысла сейчас сходить в этот дуэль, потому что не в этом смысл всех этих инициатив. Смысл этих инициатив использовать этот вопрос для того, чтобы свалить других. Вот в данном случае господин Лучинский пытается свалить инициативу демократической партии. В чем состоит инициатива демократической партии? В том, чтобы организовать референдум. Но этот референдум будет организован... Но это не совсем демократическая партия инициатива, потому что это уже зарегистрированная в ЦИК и инициатива платформы, да. Но этот референдум с позиции Демократической партии, скорее всего, состоится после избрания президента в апреле-майе этого года. То есть сначала у нас будет полноценный президент на 4 года, а потом в конце. То есть демократы хотят удлинить, насколько это возможно, процедуру и иметь президента как можно раньше избранного в парламенте. Вот инициатива Лучинского идет вразрез с этой инициативой. То есть тут идет борьба и инициатив, поэтому обсуждать суть вопроса не имеет абсолютно никакого смысла. Но если с этой точки зрения подходить, то, конечно, вы правы, если вы говорите о политической игре. А если подходить с точки зрения того, что все опросы показывают, что почти 90% граждан хотят, чтобы президент избирался народом. Почему вы не рассуждаете с этой точки зрения? Ну, вы знаете, потому что так получается, если я буду против, значит, я не согласен с народом Республики Молдова. Нет, вы, конечно, имеете право на свою личную точку зрения, никто не говорит. Но почему вы не допускаете, что либерал-демократическая партия поддерживает инициативу народа? Нет, так я извиняюсь, а в чем проблема, собственно? У них сейчас разногласия в чем? Что либерал-демократическая партия говорит, мы хотим это провести через парламент. Демократы говорят, мы хотим это же провести через референдум. Они же говорят о том очень четко, что зачем, если все и так хотят, чтобы президент избирался всенародно, зачем тогда тратить деньги на проведение референдума? Нет, дело в том, что я, как последнее высказывание экспертов по конституционному праву, что это сейчас просто соблюсти закон и сделать вот так, как хотят либерал-демократы, сейчас не получится. Потому что на референдум отводится на подготовку 6 месяцев, полгода. У президента заканчивается срок буквально через пару недель. То есть мы опять окажемся на полгода без президента. Мы помним, какой от кризиса был в прошлый раз. Сейчас и с трудом к нам повернулся лицом Запад, начинается какой-то контакт. Если мы сейчас опять окажемся в полувластии, опять это может стать причиной каких-то нестыковок. Потому что у нас, в общем-то, кто по конституции лицо государства? Кто вообще должен вести вот все эти вот международные встречи, переговоры? Президент. То есть у нас так вот сложилось, что за него это делает кто угодно. Потому что мы знаем, какой у нас президент занятый человек, он не может этим заниматься в силу каких-то причин. Поэтому сейчас получается, что опять мы на полгода, как минимум, опять останемся без президента. То есть с этой точки зрения, я считаю, это неправильно. А не получается ли у нас, что каждый раз говорим, что имя во имя народа, мы вас сейчас не слышим, потому что мы вас услышим чуть позже. Но сейчас именно ваше благо, мы должны поступить вот так. Нет, стоп. А когда народ сказал, что они хотят прямые выборы президента? Вот это похоже больше на шантаж, чем на серьезную дискуссию. Депутаты как представители народа, у них есть определенные позиции. Я знаю, что многие из них хотят парламентской республики. То есть, что президент избирался в парламенте. Вы мне можете сказать, когда народ сказал, что они хотят президента иметь всенародно? Если вы мне говорите про то, что мы находим в вопросах, то я вам скажу, что не то, чтобы народ хочет... Все хотят видеть сильного политика у нас в стране. И поэтому они хотят... Они думают, что если они изберут президента, то этот президент будет защищать, будет их батенька, и защищать их против, не знаю, каких других политиков. Но, возможно, мы как специалисты, некоторые из нас, окажемся... Правда будет скорее на нашей стороне. Потому что у нас есть опыт того, как происходит противостояние между парламентом и сильным президентом. Мы это имели в 90-х годах. И мы знаем, как это действует. Народ, может быть, и подзабыл. Он иногда и забывает и про калоши с Турзо. Но то, что наша система, если будет сильный президент, окажется в этой ловушке постоянной борьбы между парламентом и президентом... У нас не будет президента типа Путина. Это нам и не нужно. И он у нас и невозможен. А именно такого президента хочет народ. Но он у нас невозможен в нашей относительно демократической системе. Поэтому уж лучше не слушать эти опросы... Ну, нужно делать скидку на ветер. Но все-таки лучше в данном случае не читать очень внимательно опросы, которые иногда и фабрикуются. А, я думаю, оставаться в рамках парламентской системы. Ну, учитывая вот эту войну, которая сейчас происходит между партиями и их инициативой. Согласны ли Вы с тем, что острое желание избирать прямого президента связано в том числе и с тем, чтобы кандидатура президента не стала разменной монетой между партиями при заключении определенных договоров? Ну, он в любом случае может стать разменной монетой уже на этапе своего президентства. Дело в том, что, знаете, вот что еще я сейчас подумал? Какая может быть даже основная причина, почему ЛДПМ вот пошло сейчас на этот шаг? Представьте себе ситуацию, что они сейчас все-таки пойдут по пути референдума. И референдум провалится, как он провалился несколько лет назад. То есть, представляете, с каким лицом будет и платформа, и ЛДПМ, и все остальные. То есть, они все время говорят от имени всего народа, вот как минимум. И тут вдруг на референдум люди не придут, как в прошлый раз. То есть, это будет значить, что разговоры от всего народа были просто болтовней. Поэтому, а если они протолкнут это через парламент, то как бы, ну и все, народ захотел, мы сделали, и все. А если действительно отдать это на волю решения народа, это будет опасность. Потому что может получиться, что... Это же относительно недавно, когда это было? Несколько лет назад. В сентябре 2010-й год. Третьего, по-моему. То есть, ну, не так много времени прошло. Ну, тогда я могу напомнить, что в сентябре 2010-го была очень сильная ПКРЭ, которая вела очень сильную борьбу с этим референдумом. Господин Чуря не даст мне соврать. Да, но они не проиграли, люди просто не пришли. Они призывали людей не прийти на референдум. Проводилась очень сильная работа именно по блокированию референдума. А сейчас же, кстати, ДПМ не может провести такую работу, например? Все, что возможно. Абсолютно. Я допускаю любые варианты развития событий. И поэтому, представьте, с каким лицом окажется оппозиция, говорившая от имени народа, если референдум будет провален. И либералы могут поспортироваться тоже. Ну, скорее всего, пройдет этот референдум. Но зачем вообще доходить до этого? Ну да, то есть, с их точки зрения, абсолютно логично постараться это сделать меньшей кровью, без того, чтобы рисковать. Поэтому тут логично. То есть, если я правильно понимаю, те, кто сейчас у власти, они хотят просто сохранить позиции, сейчас избрать президента. И потом допускают, что пройдет референдум, и следующий президент будет уже избираться прямым голосованием. Если дойдет до этого. Потому что мы не можем говорить, что произойдет во время референдума, который может быть проведен через 3-4 года. Поэтому эта инициатива Демпартии, это скорее попытка отложить изменения. То есть, позицию Демпартии, я понимаю, как такую, которую они не хотят, всенародное избрание президента. Если так буквально. Потому что они хотят выбрать сейчас президента в парламенте. Кстати, это их право, потому что у них, они в парламенте, конституция на их стороне. И со стороны либерал-демократов сейчас существует вот это давление, которое они оказывают. И посмотрим, что... Я не знаю, насколько тут вообще не виновата наша конституция. Потому что у нашей страны есть опыт как избрания прямым выбором президента, так и избрания в парламенте. И кризисы были, и когда президента избирали прямым голосованием, и кризисы были, когда его избирали в парламенте. Вы имеете в виду кризис между парламентской и президентской властью? Это когда было до изменения конституции 2000 года. И кризисы, когда президента избирали в парламенте. Напоминаю вам 2010-2011 года, когда президента в парламенте избрать не могли. И у нас были исполняющие обязанности президента. То есть, насколько виновата форма избрания президента, или виноваты наши политики, которые не умеют договариваться, это уже, наверное... Но кризисы были разного плана. Нельзя сказать, что в 2010-2011 году мы переживали какой-то сильный кризис. Как был в 1999 году, когда было видно, как идет жесткое противостояние между парламентом и президентом Учинским. В 2010 году просто партии не могли договориться, чтобы собрать необходимое количество голосов. И тогда они продолжали руководить страной без президента. То есть, они доказали, что президент вообще-то является личной фигурой вот в такой конфигурации политической. То есть, практически нивелировали должность президента. Абсолютно нивелировали. Его вообще не было, и никто не чувствовал. И чтобы решить эту полностью проблему, они избрали президента-невидимку. Господин Атимовтий, который в конце концов оказался, что у него тоже есть руки. Вы знаете, его по-разному называли, но президент-невидимка я тоже возьму себе так на заметку. У нас в стране очень часто, у нас любят наши политики говорить о приезде европейских гостей, других иностранных представителей. Сегодня у нас проводились в стране представители Европарламента. В частности, господин Пеатрос Ауштрявичус встречался с президентом Тимофтий, встречался с представителями оппозиции, встречался с представителями парламентского большинства. Как вы расцениваете результаты этого визита? Сейчас результаты, любую фамилию назовите, какая бы она сложная ни была, сейчас получается везде один и тот же результат. Идет процесс, если так совсем по-детски упростить, власть говорит, ребята, мы готовы сделать что угодно, только давайте наладим нормальное сотрудничество. Почему они так говорят? Потому что за годы предыдущего правления не сложилось, особенно последний год, даже лучше сказать, не сложилось нормальное сотрудничество с Западом, с нашим принципиальным партнером по развитию. Я обобщаю Запад, то есть это и ЕС, и США и так далее. Есть огромное недоверие. Сейчас у власти задача номер один – восстановить доверие. А восстановить можно только одним методом, что, ребята, мы готовы, вот сейчас они тоже сегодня, по-моему, заявили, что до 15 марта, то есть это фактически за месяц, они обязуются полностью все долги по Евроссоциации закрыть. То есть имеется в виду принять нужные законы, провести нужные реформы. И такое заявление, я не думаю, что оно может быть голословным, потому что это же очень легко проверяется. И это же 15 числа, это все будет видно, сделали или не сделали. То есть там тоже не дураки сидят, они не будут верить в сказки. Поэтому я думаю, что власть сейчас прикладывает все возможные усилия, чтобы наладить это доверие, потому что это сейчас жизненно необходимо. То есть сейчас как бы нет третьего варианта. Или мы сотрудничаем, или у нас будут такие экономические проблемы, не абстрактные, о которых говорит оппозиция, а конкретные в виде невозможности выплачивать зарплаты, пенсии и так далее. И поэтому, в этом плане это хорошо. Вот с этой точки зрения, кстати, я всегда говорил, что вот в этих давлениях на власть, как бы с двух сторон, и со стороны оппозиции, и со стороны западных партнеров, это только плюс. Потому что на самом деле наш менталитет, он не дает людям во власти меняться, кроме как под жестким давлением. И вот с этой точки зрения это абсолютно правильно и хорошо. Просто единственное, вот у меня в последнее время все больше я укореняюсь во мнении, что лидерам вот этой оппозиции им вообще не нужны эти перемены. То есть вот вы слышали, что Додон сказал пару дней назад в одном интервью, мы будем блокировать эффективную работу власти. Не работу власти, а эффективную. То есть каждый раз, когда власть будет пытаться сделать что-то хорошее, они будут это блокировать. Почему? Ну, логично, потому что им надо, чтобы было плохо. Он все-таки имел в виду, мы будем эффективно блокировать работу власти. Нет, он несколько раз повторил это, я не знаю, или может у него немножко есть проблема с русским языком, но тем не менее. То есть суть в том, и посмотрите, первое заседание парламента, на которое намечено принятие очень многих важных законов. Они делают на это акцент, что мы придем, мы будем балкировать, мы будем мешать им работать. Мы это заседание правительства. Вот завтра тот же Додон собирается блокировать здание правительства. То есть это говорит о том, что лидерам оппозиции им не нужны никакие хорошие перемены. А может быть они не считают предлагаемые изменения этим правительством хорошими? Нет, понимаете, как тут должно, не надо, чтобы я считал, или они считали, или вы. То есть есть какие-то объективные положительные перемены, которые как бы не очевидны. То есть это социальные пакеты, подешевление цен, повышение зарплат, это какие-то реформационные действия. То есть когда проводят какую-то реформу, вводят новые законы. Но сейчас же вот на самом деле заложены в проект принятия законов очень много хороших законов. Вот тот же первый, который они сделали, о том, что судья, который проиграл в европейском суде по правам человека, будет выплачивать из личных денег ущерб. Это на самом деле такое, как бы защита от ошибок судей, очень серьезная. Ну как-то вот забыли на следующий день все об этом. А закон на самом деле замечательный. И есть целый пакет, вот этот интегритатиз, пакет законов, тоже о неподкупности. Это тоже шикарный пакет законов, которые давно об этом говорили, и оппозиции. Сейчас его хотят принять, но они говорят, нет, это не то, мы хотим не это. Ну а чего вы хотите тогда? Хотите просто власть? Ну так прямо скажите, мы хотим только власть. Нас не интересуют никакие ни пакеты, ни законы. Ну они говорят откровенно, что мы хотим власть для того, чтобы изменить вектор развития, для того, чтобы поменять все законодательства в другую сторону. Они же этого не скрывают. Да, они хотят, а вы имеете ввиду левых? Да. А где сейчас те левые? Ну пусть они в... Хорошо, давайте ваша оценка по визиту евродепутатов. Ну, вы знаете, очень сложно оценивать визит депутатов Европарламента. Потому что все-таки это не самая важная структура в Европейском Союзе. Ну она одна из трех самых важных. Но тем не менее, точку зрения Евросоюза чаще всего мы не слышим от евродепутатов. Как это может быть, не грустно звучит. Потому что Европарламент, кстати, делал в пользу Молдовы очень много заявлений. Но в этом-то и смысл очень часто политической игры, которая проводится Евросоюз. Парламент обычно это гуд коп, это хороший полицейский, который делает хорошие, добрые заявления, добрый дядька. Я напомню, что в 2014 году весной Европарламент проголосовал резолюцию, где говорится, что Молдова может стать членом Евросоюза. Но это не открыло нам никакой двери. А они никогда не говорили, что это не так. Они всегда говорили, вы можете, но и дальше перечень. Тут идет принципиальная борьба. Мы хотим, чтобы в каком-то официальном документе Евросоюза было закреплено наше право. Еще нет такого документа нигде. Даже в соглашении об ассоциации, вот там было бы желательно это ввести. Но в соглашении об ассоциации Молдова-ЕС нет такого права, скажем так. У Молдовы есть право вступить в ЕС. Парламент принял такую резолюцию, но она не имеет какой-то юридической обязательной силой. Поэтому вот евродепутаты, они обычно или хорошие полицейские, или могут стать очень резко плохими полицейскими. Но это не самая важная структура. А как это самое важное? Нет. Так, я думаю, вот я, например, давно жду заявления от европейской делегации, от господина Тапиола. Господин Тапиола очень часто выступал и делал очень громкие заявления, критические заявления. Но это было, наверное, последнее его заявление, я слышал месяцев пять назад. В последнее время господин Тапиола притих. А вот от него услышать оценку по ситуации Молдовы было бы, с моей точки зрения, намного интереснее. Потому что Тапиола лучше знает ситуацию, чем евродепутат, который, вы знаете, очень редко все-таки занимается проблематикой Молдова. Скажем, мне точка зрения Тапиола намного важнее, чем точка зрения Ягланда. Даже та статья, которая была написана в августе о захваченном государстве, у меня все-таки вызывает определенные сомнения, кто писал ее. Ведь Яглан тоже человек очень значимый, ему не всегда он занимается вопросами Молдова. Он не так хорошо знает проблематику Молдова. Вот Тапиола ее знает. Но вот от европейской делегации пока что заявлений, оценок, каких-то характеристик той ситуации, которая сложилась в Молдове, я не услышал. Поэтому давайте все-таки ожидать вот такого рода. Или со стороны комиссии, еврокомиссии. Но и от Евросоюза, и от Брюсселя вообще-то не было каких-то пока что оценок, сравнимых с той оценкой, которую дали американцы. Виктория Нуланд очень четко показала линию, которую американцы проводят. Румыны очень четко оценили ситуацию. Россия, Москва более-менее высказалась по этому поводу. Вот Евросоюз пока что молчит. Поэтому этот визит, ну давайте так, это ознакомительный скорее визит. Господин Гимб, по крайней мере, прокомментировал этот визит. Те, кто входит в парламентское большинство, должны подготовить документ, а еще лучше график, в котором нужно упомянуть допущенные ошибки и за максимально короткий срок наверстать отставание в плане реализации соглашения об ассоциациях. То, что вы говорили. И, кроме того, он сообщил, что лично после встречи с господином Европарламентарием настаивал на реформировании прокуратуры. По его словам, либеральная партия выступает за прокуратуру, которая соответствовала бы европейским стандартам. Вот так. А что здесь такого нового? Я ничего не вижу абсолютно нового. Ну, собственно, он озвучил практически то, что говорил до него Канду еще неделю или две назад. Поэтому это заявление не такое важное. Скажите мне, вы действительно верите в то, что будет составлен документ, в котором будут озвучены все допущенные до сегодняшнего дня ошибки? Его, кстати, и не надо составлять, потому что ошибки известны. То есть достаточно посмотреть договор об евроассоциации и увидеть, что не сделано. И просто сделать. Его даже смотреть не надо. Уже есть даже, насколько я помню, исследование, в котором говорится по пунктам, по каждому вопросу. Это все как бы известно. Это знают все, кто работает в правительстве, это знают в парламенте. То есть это просто сейчас надо взять. Там в основном проблема в том, что они не доприняли определенные законы и не доделали там некоторые реформы, которые такие... В том числе в энергетическом секторе. В том числе. Почему нет? То есть надо делать все, что написано. И раз подписались, надо исполнять. Давайте мы сейчас прервемся на рекламу. Рекламная пауза на 21-м канале. Реклама будет недолго. И оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию после рекламы. Напоминаю, что у меня сегодня в студии Корнелево Чуре и Андрей Андреевский. Мы обсуждаем последние политические события в стране. Хочу немножко вернуться назад. В том плане, что Вы сказали, напомнили о том, что социалисты собираются продолжить свои протесты, в частности протестовать у здания правительства. Если вернуться несколько дней назад, то представители гражданского форума тогда озвучили свою резолюцию, которой дали 30 дней правительству на принятие конкретных мер по стабилизации экономической и политической ситуации в республике, на изменение финансово-банковской секторе, на информирование общественности о том, что происходит реально. То есть там целый список конкретных. И дали 30 дней. Я помню, что реакция партии социалистов после этого была, что никаких 30 дней, мы продолжаем протест, и мы не согласны с решением, с резолюцией данного форума. В товарищах разлад начался? Я бы не сказал, что тут проблема, как дело в разладе или не в разладе. Тут просто скорее корень вот этих вот явлений в наличии определенной собственной повестки, которая идет извне. Потому что для кого секрет, что Додон не является самостоятельной фигурой, он не играет в свою игру? Он играет в игру Москвы. То есть Москва, если судить по той атаке, которая была произведена на Молдову в последнюю неделю, информационной в московских СМИ, где они били процентов 50, это было прямо по плохотнюку, но в общем-то о том, что вообще в Молдове все идет не так, из-за того, что мы евроинтегрируемся. Буквально так они говорят. То есть задача у них сейчас, они вот, наверное, последний свой шанс используют, как-то пытаются дернуть Молдову обратно, в свою сторону. Потому что они чувствуют, что Молдова уплывает, и из-за того, что у них такое обострение с Украиной, то есть они не могут на нас влиять более как бы решительно. И вот это, видимо, попытка запрыгнуть в последний вагон, как-то попытаться нас повернуть. А повернуть можно только одним путем – вызвать досрочные выборы и привести к власти своих. И это большая вероятность того. То есть, собственно, наши протестующие, они же сами говорят, что, по их мнению, вот эти три силы, они сейчас охватывают примерно 70% электората. Это спорное утверждение, но суть-то в том, что на самом деле платформа, да, во-первых, она пока никакая не сила, они даже партию не зарегистрировали. У них нет никакой районной структуры вообще. То есть, ну, они к выборам не готовы, в принципе. И вот, кстати, причина, одна из главных, почему Запад на них не делает ставку. Потому что они не видят в них людей, готовых взять власть. А Дедон готов. У него прекрасно все на местах работает, все эти районные организации действуют. Вот мы на днях видели там какой-то массовый перебег от коммунистов к социалистам. Поэтому он рапортует в Москву. Ребята, у меня все отлично, я готов поддерживать. Москва поддерживает, вот это устраивает против Молдовы информационную атаку. И дает ему команду, ни шагу назад, за нами Москва. Значит, завтра блокируй правительство, послезавтра там еще какие-то будут акции. Поэтому он себе не может позволить даже и месяца. Он человек подневольный. Да и Усатый, кстати, на самом деле то же самое. Усатого, может быть, не такая зависимость от Москвы, но у него зависимость от Бельц, где лучше не становится. Народ потихоньку ропщет, надо что-то делать. Если не получается в Бельц, надо что-то в Кишиневе, какие-то результаты, какие-то акции. Вот поэтому в этом плане они достаточно радикальная позиция. А проблема же вообще любой радикальной политической партии или силы, то что радикализм, он не имеет точки остановки. То есть ты должен радикализироваться постоянно, иначе твой электрод от тебя отвернется. Ты же им обещаешь каждый день, что, ребята, мы завтра там горы свернем, мы всех повесим, мы там в асфальт закатаем. И когда приходят завтра, люди видят, что что-то не происходит. Два варианта. Либо сказать, я просто вам вчера болтал, либо сказать, да нет, послезавтра, но в 10 раз больше сделаем. Вот они как бы по такому пути идут. Увеличивая свою радикализацию, они, в общем-то, копают себе яму, потому что тут как бы невозможно остановиться. То есть ты идешь до конца, и в конце просто падаешь. Господин Чуэр, есть ли разногласия в оппозиции, на ваш взгляд? Ну, я затрону, да, другой аспект, все-таки отношения между платформой, да, и левыми силами. Мне кажется, что вот эти заявления Дадона, они исходят из того, что у каждой политической силы своя собственная повестка. Несмотря на это кажущее и видимое объединение оппозиции, которыми, кстати, Дадон так радовался этому, он говорил, что это единственное отдельное, что произошло в Молдове в последнее время. На самом деле между ними существует, ну, я бы не сказал пока что разногласия, они не видны, я имею в виду между правыми и левыми, а противоречия даже в стиле поведения, даже в методе радикализации. Ведь как радикализируется платформа, да, она вот, если говорить о степени радикализации, то она выше, чем у социалистов, все-таки. И, как мне кажется, как они теряют людей, платформа, да, все меньше и меньше имеет сторонников, как мне кажется, массовой. То есть вы считаете, что у них перехватили инициативу? Кто? Что социалисты перехватили, стали гораздо более действовать жить живо, скажем так. Сейчас еще рано говорить об этом, но у платформы, да, существует определенный кулак, я бы также парамилитаризированный. И они все время говорят о том, что вот мы хотим мирного исхода, мы не хотим захвата парламента. Но у нас есть большинство в платформе, да, которые хочут наоборот. И мы их сдерживаем, но мы можем прийти к моменту, когда мы их сдержать не сможем. У Дадона, пока что не говорим об усатом, другая повестка. Он говорит о том, мы будем пикетировать, мы будем прессинговать, но, боже упаси, мы не будем ничего захватывать, это не наш метод. Это самое заявлял Ренат Усатый. Да, и в этом отличие, потому что платформа, да, говорит, они намекают о том, что они силой могут захватить все. Они говорят, мы этого не хотим, но у нас это может произойти, потому что в определенный день у нас не будет возможности остановить наших радикалов. В то время как у социалистов и у Усатого более такой мирный подход. И поэтому я бы так отметил, что тут существует отличие в степени радикализации. У левых более спокойный, взвешенный стиль радикализации. Все-таки, мне кажется, у них виден какой-то порог, где они могут остановиться. У правых, по-моему, они приближаются к грани, где они могут... Точки невозврата? Да, неуправляемые. Они становятся все больше и больше неуправляемыми. И в этом, скажем так, отличие. Но их мало. Но в последнее время они вели себя достаточно спокойно. Более того, дали 30 дней власти на исполнение требований. Да, то, что они дали 30 дней, это, скажем так, глоток воздуха для власти. Но мы не знаем, что происходит внутри платформы. Они же сами сказали, что во время гражданского форума там звучали разные лозунги. Ну, по крайней мере, в таком случае это метод устрашения, который они используют. Но вот такой метод устрашения у платформы, да, говорить о том, что мы готовы проводить революцию, он в самом деле их загоняет куда-то в угол, потому что им придется когда-то ответить. А что вы сделали? Но у молдавской политики вообще свойственны громкие заявления, не только представителям оппозиций, но и представителям власти. Я бы просто хотел по этой теме немножко обратить внимание. Я совершенно согласен с тем, что сказал коллега. Почему Дадон, может быть, и хотел бы пойти в свою радикализацию до конца, но у него есть, опять-таки, из-за того, что он имеет какую-то ответственность перед своими, как сказать, красиво, друзьями за границей, ответственность за партию. То есть он не может ее сейчас бросить на баррикады, потому что это может кончиться просто как? Что в один момент, когда они там устроят большую заварушку, то есть просто будет введено чрезвычайное положение, будет запрещена партия социалистов, и он потеряет все. Поэтому, чувствуя ответственность перед партией, перед своими коллегами из-за границы и перед своим политическим будущим, он радикализируется, но в рамках закона. То есть он для себя действительно оставляет какую-то лазейку, он всегда может сказать, ну все, мы дошли до предела, а вот здесь закон, дальше мы не можем переступить. У платформы действительно там есть вот это боевое крыло, так скажем, платформы, которые, в общем-то, готовы на все. И вот эти вот заявления о том, что мы хотим их сдержать, но это все равно, что было, когда 20-го, когда они штурмовали парламент, когда Анастасия зашел туда сзади, и что-то микрофон там, ребята, давайте отсюда уйдем. Два человека ушло за ними, все, остальные так и остались. И наоборот начали кричать, мы не сдадимся и так далее. То есть это, кстати, эту тактику они первый раз... То есть вы считаете, что там были провокаторы, которые их подначили? Были провокаторы, да, но чьи провокаторы? Они же были показаны, эти провокаторы, кому они принадлежатся, чьи это люди. Это люди той же самой платформы. И это первый раз тактика была ими опробована осенью. Вот в тот день, когда штурмовали этот центр Плохотнюка, они в тот же день подошли к парламенту. И то же самое, Анастасия привел людей к дверям и сказал, ребята, мы не будем штурмовать. А зачем ты их привел к дверям? Для чего? Пустое здание парламента. Естественно, толпа попыталась туда двинуться, но тут просто их было мало. Их не поддержали левые, которые в тот момент у Додона люди, эти активисты, воздержали своих, не пустили туда. И эти 300 человек, которых привел с собой Анастасия, они не рискнули штурмовать парламент. Но тактика абсолютно та же. Он привел их к дверям и сказал, ребята, не будем штурмовать. Зачем привел? И еще один важный момент, который вот, о том, что мы говорим про, вот Додон любит повторять, этого не было в истории, это первый раз, объединились. А я вам напомню, это было в истории. У нас господин Рожка объединился с Ворониным. И мы помним, чем для обоих, для них это закончилось. Но они были тогда во власти. Ну, не важно. Воронин не сильно пострадал. Воронин на тот момент не пострадал, хотя на самом деле, если помните, его тогда очень за это критиковали. Потому что, и то же самое, вот представьте себе, неважно, как сейчас будет развиваться ситуация, через год, через два, через три, когда будут там следующие выборы, всплывут вот эти фотографии, где стоят на одной сцене, там, Бацан, Додон, Царану, Усатый. То есть, как это будет для репутации людей, который один, он как бы ультра-проевропеец, другой ультра-промосковский. Как вот эти обнимашки на сцене, как им это аукнется? То есть, для Рожки это аукнуло с полной потерей электората. Сейчас его, как забыли все, кто когда-то были его фанатами. Точно так же, вот я смотрю по социальным сетям, по Фейсбуку. У меня очень много людей, с которыми я спорил, притом они меня и обзывали, и сторонники платформы «да». И сейчас радикально поменялись. Они наоборот, когда я что-то пишу про ошибки оппозиции, они все лайкают и говорят, что да, действительно это. То есть, у вот этой вот массы сторонников проевропейской сближение с Додоном вызвало крайне негативную реакцию. То есть, у них это просто как красная тряпка для быка. Такое нельзя было ни в коем случае делать. Но они это сделали почему? Потому что у платформы, на самом деле, последних митингов, конец ноября, начало декабря, там собиралось до 5000 человек. Они понимали, что с такими количествами им ничего не светит. Поэтому они себя укрепили за счет присоединения левых, но нанесли себе сильнейший удар по имиджу. Потому что люди, которые начали как унионисты, вы помните, что платформа в начале, они начинали с румынскими флагами, первый их митинг. Ну, не со сцены. Когда со сцены звучали, что убрать русский рапан из Молдовы. То есть, это было как достаточно радикально. Я это не помню, поэтому тут... Нет, это было, помните такое, да? Это была сила такая радикально антипутинская, антивосточная. Сейчас они стоят на одной сцене с Додоном. И как эти люди будут реагировать? Я буквально сегодня, кстати, смотрел репортаж журнал ТВС, как они освещали митинги Додона три месяца назад. С какой насмешкой, с какой издевкой, что это быдло, что это... Посмотрите, какие кучи мусора. Взяли там у Додоновцев интервью, и они выставили их всех дураками. А сейчас они стоят с этими дураками на одной сцене? И как это... На мой взгляд, сейчас гражданская платформа, да, которую еще, к сожалению, пока не перерегистрировали официальную партию, или, к сожалению, или, к счастью, это уже как бы покажет время. Они занимаются, по-моему, работой в территориях. То есть, они готовят партийные структуры, собираются создать действительно партию со всеми ветвями, структурами по всей республике. Так, чтобы... Потому что они не единственные, кто готовится к выборам осени. Насколько я помню, Майя Санда тоже заявила о том, что досрочные выборы будут осенью. Майя Санда, я здесь сказал, через год примерно она сказала. Кирилл Учинский, по-моему, сделал такие же заявления о том, что выборы, возможно, пройдут осенью. То есть, выборы перенесли с весны на осень сейчас, я понимаю. Все члены оппозиции готовятся к такому раскладу. Это что касается протеста. Однако, я хочу вам сказать, что, на мой взгляд, власть ведет себя тоже не самым спокойным образом. В том плане, что сегодня состоялись, как я уже говорила ранее, да. Сегодня избирали, по крайней мере, в Совет Магистратуры избирал председателя Высшей судебной палаты, которое прошло очень тоже неспокойно. И основной вопрос был, почему один кандидат? – Ну, мне кажется, основной вопрос, вы имеете в виду то, что критиковал посол, или то, что критиковали оппозиции? – Да, и посол Соединенных Штатов Америки тоже раскритиковал, да, насколько это демократично, когда один кандидат. – Ну, кстати, я извиняюсь, посол не критиковал, он задался вопросом. – Да, был такой риторический вопрос. – Да, то есть, наверное, в нем есть какая-то подкулка, но… – Правильно заданный вопрос, конечно. – Определенно есть. Давайте исходить из того, что он все-таки, это было все-таки недовольство, высказанное посолом. Я думаю, это будет правильно так воспринять. Ну, все-таки два момента по выборам господина Поля Лунджа. Это, в первую очередь, его обвиняли в том, что он не самый честный человек в судебной системе. А второе – это, почему не было второго кандидата. Не знаю, насчет второго вопроса с альтернативой. В принципе, это их право решать, как они хотят. Это все-таки судебная власть. Вот тут вы сказали власть. Все-таки нужно понимать, что судебная власть, она… – То есть вы стоите на той точке зрения, что у нас реальное разделение власти в стране. Я не утверждаю это со стопроцентной точностью, но я все-таки считаю, что вот эти судьи, которые там находятся, они не являются марионетками. То есть у них есть чувство собственного достоинства, и они в самом деле хотят избрать так, как они хотят. А не так, как на них влияет толпа, скажем так, протестующие. Потому что они знают, что они являются частью судебной власти. И вот тот факт, что за Поли Лунч проголосовало даже больше, чем ожидалось. То есть были люди, судьи, которые критиковали Поли Лунча, которые не собирались за него голосовать. А потом оказалось, что всего один против, а восемь за. То это показывает, что у судей, там, у представителей судебной системы, где-то вот это давление, которое было на них оказано, она воздействовала в совершенно другую сторону. – То есть они просто показали, что они не боятся. – Что они не боятся. – Что они, вы так говорите, я бы охарактеризовал иначе то, что вы сейчас сказали. Но они показали, что они пытаются утвердить независимость судебной системы. Потому что они не позволяют, и хотели показать, что они не позволят людям с улицы повлиять на решение одного из самых важных, если не самых важных, органов судебной системы. Вот если смотреть с этой точки зрения, то я отношусь к этому спокойно. Мне кажется, это правильно. Нельзя, даже если люди вошли с улицы, и они говорят, что не представляют весь народ, что является очень сомнительным. Но судебная система не может вот под таким давлением сломаться. Это означало, что ломается один из основных механизмов нашей государственной власти, которое поделено на три или на четыре ветви, как угодно. Поэтому я думаю, что вот это давление, оно, в принципе, оправдало вот такое решение. А то, что не было второго кандидата, то, что можно допускать, что существует определенное отношение между судебной системой и демократической партией. Это да, но над этим нужно работать, это нужно доказывать. Это отношение между политиками существует, между партией, которая находится в власти, и судебной системой отношений. Они не могут не существовать, их нужно постепенно ослаблять, насколько это возможно. Не полностью ослаблять, потому что эти отношения все равно всегда будут существовать. Но над этим нужно работать. Но судебная власть не могла сломаться вот в такой момент, когда заходит пара, ну, 10 разъяренных людей и требует что-то там, что им хочется. Господин Андреевский, ваша точка зрения? Знаете, я, честно говоря, не совсем понял вообще, что там произошло. Я смотрел утреннюю часть, когда там же было два акта этого балета было. Утром пришли те же протестующие, то есть там актив, так скажем, Настаси, Тулбуре, Петков. То есть как бы все наши активисты, которые на всех протестах есть. То есть я когда смотрел, знаете, вот просто удивительные вещи, когда одни там судьи голосовали, было не слышно даже, за что голосуют, потому что они так шумели. Но вот подняли руку одни, не подняли другие, а те говорят, давай поднимай, поднимай руку. Ну, ребята, вы что, это вообще, а зачем тогда ему? Ну, подойди, подними его руку тогда сам. Или проголосуй за него. Ну, это будет голосование, это будет профанация. Потом второй момент насчет того, что два или три. И вот, положа руку на сердце, если бы там был второй кандидат, разве не сказала бы оппозиция, что это человек Плохотнюка? Я не знаю. Да я вас уверяю, что именно так бы и было. Кто бы он ни был, потому что демонизация... Кстати, а почему они не предложили своего кандидата? Кто? Представителя оппозиции. Почему они сказали, что, а мы считаем, что есть в судебной системе другой достойный человек? А почему они не предлагают на Нацбанк своего кандидата? А вы слышали их предложение кандидата на другие важные посты? На Нацбанк уже неинтересно. Там уже остался Дарьян Драгуцанова. Ну, у нас судебная не партия предлагают в данной системе. Там судебная система имеет свои правила, где не партия... Они должны соответствовать определенным критериям, это 100%. Не, ну, видимо, как гражданское общество, они могли бы кого-то порекомендовать или посоветовать. Ну, не в этом дело. Мы же видим, что, понимаете, вот я к этому отношусь, что вот сейчас мы будем в ближайшие месяца два, наверное, до выборов президента. Что бы ни делала власть, любые инициативы, это будет подвергаться жесточайшей критике. Потому что мы видим, они умудряются критиковать даже то, что вот как бы люди радуются. Ну, условно говоря, повышение зарплат, повышение пенсии, снижение тарифов. Все равно критикуют очень жестко. Нет, не так понизили. Не то сделали. Не туда. Нет, у меня лично, я не критикую, я со всем этим согласна. Но у меня возникает резонный вопрос. Почему нельзя было это сделать до сих пор? Так, это естественный вопрос, правильный вопрос. Ну, а почему не сделали? Почему правительство премьера Филата, премьера Габурича, премьера Лянки, премьера Стрельца, почему она не сделала это? Ну, там же были министры, представьте, других партий Альянса. Давайте будем говорить честно. Были, но в чьих руках было финансовое управление, в чьих руках был Нацбанк, вот те и не сделали. Нацбанк остался в тех же самых руках. Ну, Нацбанк сейчас, кстати, у него заканчивается мандат, он буквально, может быть, на этой неделе будет снят. Об этом, кстати, говорил Канду в своем выступлении, вот в тот день, когда был этот форум. Хорошо, такой вариант. Насколько, на ваш взгляд, представители власти готовы отдать контроль за Центральную избирательную комиссию, которая стекает мандатом? Ну, об этом было сказано, я извиняюсь. Это же Канду огласил все это уже. Ну, огласить-то, нас огласили очень много. Насколько реально они готовы отдать большую часть голосов оппозиции в Центральной избирательной комиссии? Насколько готовы выдвинуть независимого кандидата в Национальный банк, который не будет никому родственникам, который не будет никого... Такое бывает в Молдове. Я понимаю, что у нас маленькая страна, но, наверное, у нас еще есть люди, которые специалисты, просто настолько классные специалисты в своей области, что никто не спрашивает, чей он родственник, правда, или какая партия его поддерживает. Потому что всех интересует только то, что он специалист, один из лучших в стране. Ну, таких специалистов еще нужно найти, вы знаете. Это сложно найти. Может быть, они и есть. И на ту зарплату, и чтоб не воровал. Да нет, такая уж маленькая у нас нацбанке зарплата. Специалисты такого уровня получают больше в частном секторе. И все-таки, насколько готовы отдать контроль? Я думаю, что... Прокуратуру Центра Бабриевской. Конечно же, большинство, мажоритарное, ну, парламентское большинство, где Демпартия играет ключевую роль, должна сделать определенные уступки. И определенные позиции можно отдать гражданскому обществу, например. Или даже оппозиции. Какие именно позиции могут быть отданы? Обычно коммунисты говорят о ЦИКе, о счетной палате и о аудиовизуал, совет по аудиовизуалу. Вот три позиции, которые для коммунистов было не проблема отдать. Не полностью оппозиции, но большинство там руководства. Я, честно говоря, не знаю, что именно предпринимает Демпартия. Но говорить о независимом губернаторе Нацбанка, руководителе Нацбанка, можно, конечно, говорить. Он будет найден, какой-то специалист. Но все равно его будут подозревать, с этим я согласен, в определенных политических связях. У нас без этого невозможно. Вы считаете, что эти подозрения беспочвены? Или они все-таки результат определенных действий? Они должны не то, чтобы быть беспочвенными. Они должны быть доказаны. Раз. И более того, не просто связь, а тот факт, что партия постоянно влияет на процесс принятия решений в разных институтах. Это очень трудно доказать. И более того, если даже ты это доказываешь, то все равно нужно найти человека, который смог бы не принимать во внимание влияние политического фактора. Я вам скажу, как политолог, что это невозможно. Политика всегда будет влиять на институты. Нет таких институтов нигде в мире, которые полностью независимы. Это миф о загробной жизни, что возможно создание какого-то института, например, центра по борьбе с коррупцией, который ни от кого не зависит. Если мне говорят про ДНА, то я вам скажу, что в Румынии. Это обычный пример. Я вам скажу, что и эта организация от кого-то зависит, причем очень сильно. Возможно, не в Румынии зависит. Зависимость идет извне. Но она существует. И я еще не знаю, какая зависимость лучше, внутренняя или внешняя. И поэтому мы, как политологи, мы не верим. Политологи – это такая профессия, которая более цинична. Мы не верим в пуризм, в чистоту институциональную. Всегда политика на том, и политологи, и политика это знает, всегда политика будет влиять. Что нужно ослаблять эту связь? Да, и здесь гражданское общество, оппозиция должна влиять. Но это влияние будет повсеместным, везде в мире, и оно будет существовать. Господин Андреевский, ваша точка в среднем? Я согласен, действительно. Мне кажется, вообще это не принципиально, учитывая, что у нас все чьи-то родственники. Важно, как себя покажет человек на этом месте. Тем более, на самом деле, я думаю, что с Нацбанком, после всех этих скандалов, с миллиардами, с банками, там уже никто не рискнет что-то мутить по-крупному. А нам больше и не надо, нам хватило. Поэтому я не считаю, что этот пост сейчас должен быть на нем такой акцент, что прямо там проверять, как я не знаю, на должность президента. И я всегда вообще выступал за то, чтобы власть отдавала какие-то контролирующие органы оппозиции. Это нормально, это правильно. И вот я в этом плане, то, что Канду, когда вот этот пакет, который они предложили оппозиции, своих уступок, он включил то, что отдать в должности, в ЦИКе оппозиции, я считаю, это очень правильно. Потому что вот у нас же постоянно оппозиция обвиняет власть, что выборы сфальсифицированы. Хотя вот никто из наших... За всю нашу историю никогда не доказали, но каждый выбор, он сфальсифицирован. Я вам приведу конкретный пример. Человек один, вообще не относящийся к политике. Просто он симпатизант, скорее, левых сил. Вот он на последних выборах был начальником, вот этих вот контролёров на выборах на одном пункте. Он говорит, я реально сделал всё, чтобы найти нарушение. Говорит, ну я не нашёл. Хотел. Потому что на самом деле у нас не принято фальсифицировать. Вот это реально. Вот я вам скажу, как человек, занимающийся политтехнологией, у нас не фальсифицируют именно процесс выборов. У нас фальсифицируют, может быть, на подходе к выборам. То есть у нас оказывается влияние на избирателей. Может быть, где-то подкупают избирателей. Но именно вот как делают в России вот эти вот вбросы, там, это не делать. Потому что у нас ещё, скорее, с 90-х годов эти стеклянные урны, куда вбросить-то ничего не получается. У нас на каждом, даже самом там дальнем сельском участке сидят люди от оппозиции. То есть сфальсифицировать именно таким вот тупым методом, как вброс, просто невозможно. У нас работают по-другому. У нас проводят выносы бюллетеней. У нас чуть-чуть другие системы на выборах. Господин Чуря тоже хорошо наслышан об этом. Я их не видел. Говорят. Я своими глазами видела, как на одном избирательных участках, не буду говорить, из какой партии, представитель опускал бюллетень. Он мне сказал, что он взял у пожилого человека, который не мог попасть в урну. Но сам факт того, что и это уже нарушение, вы понимаете, да? То есть нарушения бывают абсолютно разного уровня, но если посчитать все наши избирательные участки... Системные фальсификации выборов, которые могут довести до, допустим, 10% изменения, у нас, я об этом не слышал ни от кого, что делается. Да, какие-то, которые, может быть, в районе 1-2-3% играют, но это... Для кого-то это проходной порог в парламент. Это 1-2% от всех 100%, он делится на всех кандидатов. Поэтому это тоже нарушение, я не говорю, что это правильно. Но я говорю о том, что и при всем при этом я за то, чтобы отдать ЦИК оппозиции. Давайте подытожим вот как. Насколько готова власть реально отдать контролирующие органы оппозиции? Насколько они действительно реальны? Потому что одно дело делать заявление, другое дело дать большинство в ЦИКе и место председателя. Кроме счетной палаты у нас есть Генеральная прокуратура, у нас есть Центр по борьбе с коррупцией, у нас есть ЦИК. А что значит отдать оппозиции? То есть вы имеете в виду кому? Гражданскому обществу или политическим партиям отдать Генпрокуратуру? Я имею в виду Гражданское общество. Что касается ЦИКа, насколько я помню, по закону у парламентской оппозиции должны быть свои представители. Есть, есть, просто уже как выбирают, кто и больше. Просто насколько я помню, Владимир Николаевич в свое время, в 2005 году, они отдали большинство ЦИКе, вы это прекрасно помните, да? Да. Большинство именно. Не большинство, три организации, счетная палата, ЦИК и... Я имею в виду большинство в ЦИКе. Да, да, да. В таком потому что это... И председательство они отдали, стал Юрий Чикан, который тогда выступал от Коммунистической партии. И потом он... Видите, это тоже не факт, что вот это... Слушайте, он нас действительно куда ни посмотри. ЦИКан был от... А не тяжелиться. ...был от Коммунистов, а потом его Владимир Николаевич очень критиковал и говорил про трех, три или четыре этажа в подвале. А Владимир Николаевич это любимый. Да, у него чуть что сразу всех трехэтажные особняки. Трехэтажный особняк и еще четырехэтажный подвал. Но на самом деле это еще не панацея. Отдать, а потом купить того, кому был отдан. Поэтому, если говорить о счетной палате, ЦИК и Совет Палати Залу, то да, это можно все-таки отдать оппозиции. Если говорить о генпрокуратуре, если говорить о центре по борьбе с коррупцией, то навряд ли. Потому что это, как бы вам сказать, это центры, которые дают тебе власть. Министерство внутренних дел. Это власть. А власть не отдается, извините меня. Власть берут, да, ее нет. И власть берут, но нужно брать, ее нельзя отдавать. Хорошо, тогда давайте подведем небольшой итог. На ваш взгляд, как будут развиваться дальше события, да? Как себя поведет власть, как себя поведет оппозиция, на ваш взгляд, в дальнейшем? Мне кажется, сейчас власть будет делать очень много для того, чтобы понравиться в первую очередь западным партнерам, во вторую очередь народу. А может быть, это будет... Жаль, что не наоборот. Нет, ну мы же как бы, мы договорились с вами, что мы тут циничные люди и говорим то, как есть. Я не циничная. Я ироничная, но не циничная. Мы с Корнелем, мы как политологи, политтехнологи. То есть мы говорим правду, а не то, что хотят услышать люди. Потому что реально сегодня надо понравиться Западу, чтобы понравиться людям. Потому что без помощи Запада не удастся понравиться людям. И вот это будет то, что их задача номер один. То есть это будет где-то, может быть, популизм, надеюсь, что здоровый, без перекосов. Это будут какие-то реформы, опять-таки, которых ждет Запад, требует Запад. И они вынуждены будут их сделать. Что касается оппозиции, значит, будет несколько таких вот критических точек, которые надо будет пережить. Это первое заседание парламента, которое сначала, я думал, что это будет более критическая точка. Но сейчас мне все больше склоняюсь к тому, что там ничего такого не будет, скорее всего. Более критическая точка, которая буквально, это будет как переходный, переломный момент, это выборы президента. То есть вот в этот момент решится, как будет дальше. То есть это либо будет три года этой власти, плюс три года, либо это будут досрочные выборы, либо могут быть разные варианты. Хотя в целом я склоняюсь к тому, что, опять-таки, ничего такого не будет, потому что пророссийские эти силы, они не получают поддержку Запада. А Запад дал четко понять, что они хотят здесь стабильности, и им не нужна тут смена власти любой ценой. Потому что эта смена власти любой ценой будет означать минимум год бардака. Бардака не такого, как сейчас, скажем так, полубардака. А бардака реального, в котором не то, что реформы, вообще ничего не будет. Поэтому вот больше я склоняюсь, вот мой прогноз, что пройдя несколько точек тяжелого кризиса, все-таки в итоге мы выйдем на какую-то более-менее стабильную прямую. Я надеюсь, что вот под этим давлением мощным со стороны оппозиции, со стороны Запада, власть все-таки сделает вывод. И, похоже, уже делает. Между молотом и наковальней. Как? Между молотом и наковальней. И это неплохо. Кстати, я об этом говорил еще осенью, что на самом деле Запад в целом поддерживал проевропейскую оппозицию в виде платформы «Да», «Майя Санду» и так далее. Потому что это хорошая дубинка для того, чтобы воспитывать нашу власть, заставлять ее двигаться в нужном направлении. Они просто вот сейчас разочаровались сильно из этого сближения с левыми, вот это их напугало. А так, в общем-то, они до каких-то разумных пределов, они даже подталкивали эту оппозицию, но чтобы не переходить границы. Я вас поняла, спасибо. Господин Чуря, забыл. Вопрос звучал. Ваш краткий прогноз. Что будет в дальнейшем? Какие действия будут предпринимать власти, какие действия будут принимать оппозиция, на ваш взгляд? И насколько возможно, чтобы все-таки ситуация гораздо политическая, по крайней мере, стабилизировалась? Ну, я уже вижу момент стабилизации. Он не очевиден. Тот факт, что власти дали 30 дней, ну, часть оппозиции, правая оппозиция в основном. Это уже означает, что эти стихийные революционные энергии, они ослабевают. Потому что, если вы помните, раньше давали ультиматум на несколько дней, до четверга. Теперь уже его растянули, этот ультиматум. И поэтому энергии ослабевают. Они еще сильны. То есть, возможно, вспышки похожи на 20 января. Но мне кажется, что власть все больше и больше вступает в свои права. И она, в принципе, уже может выбирать между двумя типами ультиматумов. Ультиматум, который, я называю образно говоря, это, скажем, письмо румынского премьера Дачана Челлаша, где указано, что было бы хорошо им делать. И эти требования гражданского форума. Вот у власти есть сейчас возможность выбрать. Скорее всего, они выберут письмо румынского премьера. Эти требования более дипломатичны. В них меньше политики. И они более выполняемы для власти. И вот они, я согласен с этим анализом, они будут ориентироваться больше на Запад. Чтобы получить одобрение. А раз они получат одобрение от МВФ и так далее, то они будут ликитемизироваться внутри. За счет этого. Ну, а Запад ведет все-таки, я позволю себе сказать, такой образом двойную игру. Помогает власти. Но в то же время, я думаю, будет у нас усиливаться и оппозиция. Я благодарю вас за ваше мнение, за ваше участие в программе. Что вам сказать? Наша страна, к сожалению, не ищет легких путей в своем развитии. Мы проходим один за другим кризисные периоды, экономически сложные периоды развития. Но, наверное, ситуация изменится тогда, когда первичным для нашей власти будет мнение народа, жизнь нас, простых граждан в этой стране, и уже вторичным, что о нас подумают наши партнеры по развитию. И тогда наша жизнь будет намного лучше. Берегите себя. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова